всем привет к стала здесь и не прошло и двух часов после публикации моего ответа на критику как пошло говно по трубам можно так сказать можете ставить на паузу и почитать в общем и в целом теперь я официально являюсь для байана мапса и для анастаси с зеленым гоблином что ж мне этот даже нравится то есть если какой-нибудь донбасс стоил свою карьеру на гриферах в кс-го там и не только вот и как и другие кстати говоря летсплейщики кс-го строили свою карьеру на гриферах и на бомбеже школьников то видимо я стою примерно ту же самую карьеру но бомбя школьников в комментариях на на тему их любимого кумира и любимой кумирши в том числе и при том что некоторые из них даже не врубаются то что наоборот я говорю о ее красоте ну в общем и в целом это их шиза и на этой шизе я собственно говоря буду и строить свою карьеру дальше вот пока это шиза сама не прекратится пока она сама не рассосется вот а так на зло им я буду продолжать делать реакции раз теперь я официально зеленый гоблин и так живем хоррор отеле 24 часа браин мапс паренек анастасис и сама анастасис которая как я понял из комментариев является тигрули и пинки пай в одном флаконе если вы понимаете о чем я в одном теле женском хоррор отель это же такая гениальная идея окунуться в атмосферу своих любимых фильмов ужасов бродить по коридорам шарахасят каждого звука спать на кровати и надеяться что на тебя ничего не упадет сверху хотя может быть и не такая хорошая идея в любом это весело я всегда мечтал побывать в подобном месте особенно когда узнал что подобные отели есть у нас в питере так что я позвал настя яна потому что только его силе нет ну и потому что причем кстати говоря она есть телу так что я позвал насти до который кстати тоже пробовал я много вкусов футал пробовал и вот этот который вроде как со змейками хотя это может быть не змейки в общем все футалла не вкусно почти пьяно потому что второе веселее ну и потому что у меня будет возможность их пранкануть и забронировал также как и я пранканул многих твоих фанатов и не только если это вообще можно считать пранком ну я же теперь зеленый гоблин пол номера у этого отеля большое количество разнообразных тема ну да рекламу я выбрал кукольный дом логово маньяка и астральный мир а также взял с собой необходимое оборудование на случай на всякий случай ну ладно надеюсь как никто не пострадает хотя бы физически что программу психологически определён так вот с какого ролика пошло то самое лицо с которых всех бомбанула ну ребят чтоб вы понимали я поизучал вот эту вот всю тему всю движуху связано с анастасис и окей я готов принять то что с ней когда-то случилось но стоит стоит ли вообще в это верить то есть если я вам скажу что у меня в детстве диагностировали шизофрению в этом в это поверите вы будете меня жалеть если я скажу что у меня была в детстве шизофрения давайте посмотрим вон они стоят при этом не предъявляя ни справку ничего на слово вы готовы в это поверить потому что мне кстати сразу еще вспоминается серия по млп в котором собственно игра форсилась эта тема разбиралась эта тема счет того что а действительно ли стоит верить некоторым словам если это не случилось ну в общем вы разберете весь мой словесный понос который вы считаете что это словесный понос тут ян эмоционально рассказывает о том как они с насти искали друг друга и чуть не умерли от холода смотрите кто нас встречает не пила скорее а пятница 13 если не хэллоуин с майклом а очень смотрите тут какая-то девочка нас встречает привет стейси так давайте но я на самом деле уже выбрал то что у насти будет кукольный дом знаю как ты любишь куколок лол либо любила да когда-то девочка вэнсдей любишь куколок и поэтому решил поселить привет куколка кукольный дом для тебя потому что любишь куколок астральный мир для меня потому что я люблю всякие астрологич нет не астрологически просто астральные вот эти элементы в хорроре а лобово маньяка для тебя монахиня ну что сообразить ладно судя по тому как он часто улыбается у него видимо тоже как это есть болезнь окей то есть окей раз теперь у нас появился тренд на странных подростков буду тоже странным как я уже сказал у у меня шизофрения справки у меня нет поэтому верьте на слово поздоровайся реально будь вежливый не по понятиям это реально сразу вырежу как увижу только на монтаже так ты ладно неплохо которую ты захочешь через много белого чё ее сол из мая да ян кстати уже был в этом отеле когда-то она будет за тобой приглядывать а здесь свет мигают а это ты узнаешь сама ты директриса но она были честно сказать какая-то дешевая дрянь что ли дело кукла чаки что что мерчердайзеры там было кольцо пластиковая форма зубов она стоила 600 рублей точно такой же с алиэкспресса за 100 не реклама такое же он грустный поэтому тоже без денег сидит положим ты греешь руки отопление есть нормально а вы еще говорите у меня пошлые шутки ну ну вот кстати в комплекте идет фонарик интересно зачем то бишь действительно по ходу свет отключает это кстати не похоже на интерьер мне кажется оно может отвалиться на голову такое ощущение словно так оно и было типа то не подготовили давайте такое селфи в зеркале перед тем как мы нахрен задохнем в этом отеле что в мини-баре я хочу прямо сейчас а мы будем кушать это ритроспорт не лучше нет мы не выживаем нет выживаем в том случае если грамм грозит опасность а нам грозит опасность ну пока нет если я только это опасностью не буду я как мы выяснили ладно понятно с этим номером и с этими людьми здесь могла бы здесь могла была быть газовая камера здесь раньше была газовая камера ночной кошмар любого ученика было убить вот это уже по-настоящему страшно еще похер даже клево как будто бы точно такой же коридор и точно богово маньяка тихо 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 уже какие-то органы есть да люди у которых так соединенный палец на шкафу уже не подружка сияние плакат рисунок на стене пав рейнджеров да да мы всех знаем по именам пав рейнджер в данном случае их получается только двоих знаю это ганнибал лектор из молчание ягнят и почему-то два раза пятница 13 хотя на самом деле частей было гораздо больше и тут по моему кстати маска из 10 и этого на нет такая другая маска потому что из 10 части где он был в космосе этот джейсон в ухе с там маска немного другая а что у тебя тут из окна тут тот самый с бензопилой дядя будет ходить чинить крыжа тихо ска резня бензопилой в первая легенда об этом отеле поговаривают что в этом отеле обитает дядя с бензопилой техасская резня остал мулана знаете в чем парадокс эти крыши а почему нет эти крыши если в бахилах то можно эти крыши в таком незаконченном состоянии уже несколько лет и как долго бы их не чинили они остаются таковыми как думаете с чем это может быть связано сейчас была картина ты просто это не знал какую эмоцию юзнуть причем кстати говоря вот у меня дар абсолютно полностью противоположно анастасис яс я шучу настолько не смешно что вот прям вот ну серьезно назовите мне хотя бы парочки знаменитостей которые не смешно шутят но при этом они знамениты пожалуйста я знаю пока только одного в american god talent был такой чувак который был с заклеенным ртом и все его шутки заключались в движениях аля мим французский вот то есть мне может податься в мимы может мне шутить уже руками не ртом или пора уже наверно знаете реально на 5 на себя клеймо и вообще сделать у себя осталось на канале что вы смотрите канал одного из самых не смешных ютюберов в россии в мире вообще у которого полностью отсутствует чувство юмора а если оно и есть то оно крыжовое живите с этим ну типа случайно в кадр попал ну лучше чем у меня чисто унитаз конечно могли бы поинтереснее выбрать либо можно было сделать из унитаза портал аля как на игле или как в 10 серии седьмого сезона река и морти истории унитаз не бросать а туалетная бумага джеффри 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 дамир или тамер он кстати тоже был в реке морти в седьмом сезоне в шестой или восьмой серии в котором были эти еще говорящие летающие камни суд еще был на дырком и морти этих камней камни которые воспроизводили флэшбеки не помню короче каннибал он каннибал вот и все нет хорошо что он это сделал потому что уже пиздец убил человека куколки давай узнаем распаковка а вот тот самый амбоксинг тихас крестьяна бензопилой чей-то труп давай распаковывай посмотри интересные словосочетания ты используешь мне кажется что этот номер сводит с ума точнее мне не кажется вы знали вы знали что этот номер для такого зеленого гоблина как я сам это начинает сводить с ума постояльца чем дольше здесь находится и поэтому концу дня некоторые поговаривают что люди начинают сходить с ума начинают использовать в обороте речевые вот эти вот элементы маньяков и прочее прочее то бишь нам с на нам с настей предстоит следить за я нам за его поведением и тут тоже значок что же он означает она тоже видимо не поняла этот шкаф является газовой камерой смотрите тут из кого-то уже подушку сделали и она на тебя падать сверху это на бутафория что прям за заточенами видимо да стране бачок вот нет новый год а я тоже я тут не был охереть охеренно прикольно он не хватит и такая вот леди будет со мной спать потолки до хижины из хижины где ну это вентиляция судя по всему так вот а то у меня есть то он макс эксом во всех номерах нет ни эксом как и мне завидуют в комментариях мне пожалуйста королевский ужин в обед в этот раз ребят я вам гарантирую если будут гневные комментарии я их не буду отвечать хотя я могу вообще в принципе на все комментарии не отвечать как работает это устройство давайте расскажу то самое знаешь богачка в которой было все и телефон и смартфон и и всякое такое собака мне дверь нравится нет так то неплохо на самом деле меня зовут ричард дэвидсон и охотник за привидениями в этом номере обитает существо которое по каким-то неведомым причинам любит обворовывать все мини-бары этого отеля и она сейчас смотрит прямо на вас как правило пропадает в основном мармелад так что это мармеладное чудовище это я вот же оно ну я на тоже святую воду на нее нас ждут определенные активности черная грязь ну не то что то сверхъестественное опять будут потом меня обвинять в оскорблениях это просто видео для ютуба я ноготь сломала в вьяновой комнате это что значит ну бывает а я что-то уже устал я вообще чуть не спал так себе честно сказать поэтому я пожалуй начнем с этой активности вот это настоящий хоррор обмен витаминами поменяйся вы когда-нибудь мечтали оказаться по ту сторону камеры и увидеть как создаются шедевры кино например увидеть как создается ну в общем реклама ничего собственно говоря нового а вы мечтали когда-нибудь монтировать так же как делают 80 процентов блогеров то есть меня же многие приказ в том что я монтировать оказывается не умею то есть какие-нибудь там ландау майни они же монтируют умеют монтировать хотя несмотря на то что они монтируют ровно точно так же как я если мы говорим про акционеров вот поэтому пусть удача прибудет со мной ну какое-то время она будет не со мной хотя это происходит не первый раз ну кто-то на пианино играет да давайте сходим посмотрим ну круто кстати я сначала я сначала подумал это был это было это было нет на сказать все да это наложена музыка иди встань перед камерой нагнись ну то есть нет ребят чтобы понимали я сначала подумал что это не наложена музыка потом когда был скример я уже понял это наложена музыка это было пинц скример сделаем итак для нашей корректной коммуникации по всему этому отельному комплексу чё я еще ничего не увидел а я уже так поняла две уже расстроены готовы просполерил все я понял и одна специально для Насти на самом деле я изначально покупал три просто одна из них сломанная приехала я вчера поэтому в пять утра лег потому что я пытался фольгой там эту хуйню все делать чтобы она заработала ну так вот пришлось заказать сегодня с утра еще одну специально для тебя представь что тебе айфон подарили в таком стиле не знаю как такое представить молча это с алиэкспресса? смотри какая спасибо я очень хотела такие есть и в Альберис и в Азоне нам нужно настроить одну радиоволну я предлагаю вторую всем здрасте здорово короче а что это все звуки были? а что это все звуки были? а это видимо когда вместе говоришь в одну да давайте в троллей или кто-то пытался присоединиться к нам я подумал что зачем нам эти телеграммы, соцсети мы будем коммуницировать по рации как настоящие охотники за привидениями как фазмофобия давай это миниатюра каким меня видят большинство зрителей нет серьезно давайте я буду так же шутить во всех остальных роликах серьезно ссылайся на то что у меня шизофрения опять же справки нету поэтому верьте на слово ладно все это последний раз когда я это говорю но буду иногда в других уже роликах один раз это напоминать возможно это станет мемом так же как и молния на лбу которая правда мемом не стала но для меня это пусть будет мемом я проснулась в 8 утра с ужасом просто с ужасом потому что у меня сработала рация и там какой-то мужик что-то там короче на чипска говорить это было очень страшно я прям скачила я прям подпрыгнула я начала ее искать она у меня в сумке кто-то сказал прикиньте только что я просто пел в рацию и на какой-то стороне мужской голос ответил я же говорю это охранная будка там наши волны ловят саш саш и здесь сидят на увб кто знает тот поймет а мне кажется они просто такие ну подумали вот это дурачки и переключились на другую станку сразу так а я к ним это не я да это не не так страшно а может быть это ну да может быть чего он там забрал еще не понимаю итак сейчас у нас и капучи заварится это американо это американо это американо я сначала вот на вот это вот чудо посмотрел и кое о чем подумал это ящик кажется нащупал я никогда не играл итак суем руки и пытаемся нащупать и угадать что ты классно ну бывает так что там мягкая игрушка пробуй а я не хочу что то а давай давай да что ты допытаешьсяAct слушать а она не разговаривает ааао что у тебя с лицом аио ничего просто интересное аааа я боюсь я что то нотрону без чего то не знаю не у меня а у меня просто руки уже плотные я типа кипаю да прикасайся на ней кcąат укусит скорую найдем если она вообще доедет да ему может быть больно да это что-то неживое ну цикады скажут обратное почему не горох на был смешать на самом деле то есть можно было и кукурузу и горох положить действительно а же так выглядит дай займите фили ладно окей это хотел сказать про фиолетову ладно да можешь банка какая-то забыл что у меня с собой надо было из банки достать что-то уринотерапия это что такое вы что с ума сошли что ли конце концов убирайте теперь я не могу перестать об этом думать чё ты наверное пиздец что это с тобой это скажешь что это та девочка подружка из номера чё это же подружка твоя из номера твоего нет 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 бутафорная на ощупь но что это еще может быть ну что я мог носить с собой банку с водой какой-то я не подумал что я мог налить просто воды и что-то туда своего типа банка с собой это небезопасно просто это похоже на голову я не знаю ну у тебя это есть походу нет затылок а мозг что ли аааа на первом этаже ой тут еще дым машины не надо там шутить это было очень уютное местечко с антуражным интерьером и интересной подачей блюд неплохой стаканчик это что такое и там я заметил кое-что странное мне кажется с Яном уже что-то не так он уже медленно превращается в маньяка итак следующая игра в которую мы с вами сыграем называется руки дьявола ладно ее суть заключается в том что мы должны найти дверной проем встать в середину расправить руки давить руками что есть силы несколько минут пару минут будет и после того ну легенды гласили что после того как мы это сделаем мы попадаем в астральное измерение и таким образом в нас вселяется на эти две минуты демон и он поднимает наши руки и мы можем чувствовать как наши руки будут подниматься после этого демон будет поднимать наши руки ну кто первый? я не боюсь знаете почему? у меня есть противоядие у меня есть противоядие у меня есть противоядие святой источник мне в лоб прямо даже на камеру попало по-моему не знаю не вижу давайте ее с коротами время как-нибудь давай ты со всей силы давишь? да ну я вот в зале упражнения на плечи делаю такие же ощущения в меня бесы будто вселяются погоди погоди чё, слился? ну ладно, показалось подумал увидел какого-то гномика ладно, думаю хватит сущность в виде гномика стой, стой сюда стой сюда еб***ь я этого не делаю я этого не делаю меня кто-то тергает за невидимые ниточки я этого не делаю а все что ли? я еще хочу я этого не делала у меня аж мурашки-то сотри пи***ь круто, давайте следующее и потом по кругу пойдем сеточка с этими играми лучше не заигрывать они сами поднялись ой пи***ь блюнул мне в рот теперь я просто в камеру смотрю чтобы доказать что Настя не врет я сам проведу этот эксперимент можно немножко подальше? а как доказать что это не ясно? нет, нельзя я сейчас докажу всем а как, а как? мне тоже точно поверят не хватает, знаете, озвучки избитых старсенсов сейчас наш скептик проходит это испытание и раз, два, три пародина Марата Башарова не хватает? ну ладно ты походу не со всей силы давил, Макс ну все, ты значит святой повезло тебе в лоб ну в каком-то смысле он действительно святой как будто ты очень хочешь примите эти руки и потом тебе их то есть, ребят, чтоб вы понимали если уж искренне говоря на самом деле я отношусь к Брайну Мапсу к Анастасису к Яну абсолютно нормально но ваша вот эта вот фанатичность ваша вот эта вот чересю безумная у меня даже нет слов как это назвать просто вот ваш вот этот вот культ личности все в таком духе она настолько неадекватная что блин что с вами не так ей богу фанаты то есть я серьезно я готов на самом деле даже вот практически сразу этот конфликт закончить если вы просто меня примете таким какой я есть что я зеленый гоблин для них ну, по крайней мере так думают фанаты лично я так не думаю меня рисуют такими таким фанаты что я не смешно шучу то есть просто примите меня таким какой я есть но вы же не будете меня принимать то есть вы же хотите чтобы я искрометно шутил чтобы я умел сам смеяться над своими шутками и так далее и Иногда так было у меня, то есть где-то у меня действительно были смешные шутки, где-то действительно смеялся над своими шутками и так далее, вот, но в большинстве случаев я реально шутить не умею. Почему у Анастасис это получается, почему у Яна получается, почему у Брайна получается, мне это понять не дано. Это дар, это все, что я могу сказать, у них есть этот дар, у меня этого дара нет. Возможно, потому что... Так, ладно, окей, чуть не порвал свою футболку. Мне тебя серьезно, прям реально порвал. У меня там буговицы, да? Вот, пожалуйста, ваш результат. Вот, возможно, потому что я крещеный. Может быть из-за этого я не умею шутить. Кто распрямляет после этого? Ну как кто-то, физиология? Какая физиология? Глупости не говори. Это демон. Я прям сильно напрягалась, вы как хотите, я буду еще делать. Все. Она реально подсела. Скорее, Димьян. Подсела девка. Ты лучше иди кубик-рубик собери. Все может? Нет! Я прям не волнуюсь. Я дольше стояла. Я все... Давай, ладно! Давай. И расслабься. Да! Они сами! Да! Да! Причем не сразу еще. Да, не сразу. Он не нравится демону. Рэдбул пытается меня крылить. Ну есть это ощущение? Но пока не получается. Дура ты! Что ж, игры кончились. И я решил приступить к пранкам. Поехали. Сперва мне нужно было отправить ребят по номерам, при этом, чтобы они ничего не заподозрили. Короче, мне нужно подготовиться к следующей игре. Все пока по номерам. Так вот, я думаю, как бы так разыграть ребят. Первое, что мне пришло в голову, как только я зашел в этот номер, это она. Беверли. Да, ее зовут Беверли. Так вот, все, что я хочу сделать. У нее фамилия, в случае, мне Хиллз? Ля какая? Ян уже там в сон провалился. Я уже подумал, продолжение пранка в следующем ролике. Я заставлю его пробудиться. Настя, слушай меня. Слышь, мы что, будем хитреничать? А что, нет? Короче, у нас идея для пранка над Яном. Слава богу, не надо мной. Давай, я согласна. А нам нужно, короче... Еще немного, еще чуть-чуть. Выгнать, чтобы я туда отнес колонку свою, блютуз, которую я с собой взял. По первоначальному плану Настя должна была позвать Яна к себе в номер, и пока его нет, я бы спрятал колонку у него в номере. Однако, я вспомнил про один нюанс. Он постоянно таскается со своими ключами, а значит, вероятнее всего, закроет за собой дверь. Поэтому я решил пойти на отважный шаг и спрятать колонку в его присутствии. Благо, это было несложно. Так, только нужно подсветку выключить. Сейчас снимать будем, так что скажи, чтобы поторопилась. Сейчас снимать будем... Репсепшн, три единицы. А че не три шестерки? Так, все, я установил камеру. Надо в ванне спрятаться, на всякий случай. Благо, что он буквально лежал ко мне спиной и ничего не заподозрил. Эй, уханем. Че такое? Не услышишь? Чего? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Че, помни? Бились. В коридоре? Я так и не понял. Я не слышала, я не слышала, у меня даже такого нет. Нет, чувак, это максимально палевно. Вы щас это слышите, блядь? А? Да че за хуй, у меня тут барахлит. Да, какие-то помехи. Да нет, крики. Помехи у тебя нравятся. Ну че, ну прям... Какие помехи будут в стене? Где маски? Я не понимаю. Я не хочу к тебе идти. Че-то вижу, будто он мчится, понятно? Где? Ты гринфилд, что ли, пакетик? Да, а че? Блядь, блядь. Это еб... Колонка, она же... Блядь! Блядь, а кто сюда же Бельку притащил? А какой... А, блядь, понятно. Ну че? Собака! Блядь, блядь. Спалился. Блядь, блядь, салфетку с руками, блядь. План не сработал. Пранк вышел из-под контроля. Я че-то вижу. Кажется, я че-то вижу. Так, теперь дальше идет Анастасис. Блядь, за стенка. Ну, наверное, ты понешь просто... Или Анастасис. Говорили мне ударение наи. Давайте Анастасис хрен с ним. Есть идея, как разогреть Анастаси пока не пришла. Смотри. Так, и вот сейчас начался тот самый момент из ТикТока. Ну, ко мне? Да, все. Можно идти. Ко мне она. А, ну я, кажется, понял, почему у нее было такое лицо. Потому что она догадалась. Блин, не заснул и слышу какие-то крики. Ау, блин, вот же. И она увидела камеру. Она, наверное, увидела камеру. Либо это случилось после пранка. Как вариант. И тут Ян чуть не прокололся. Потому что до этого говорил в рацию о том, что нашел мою камеру. Еще накрыл салфетку свою камеру. Кстати, в том ТикТоке, по-моему, у Яна вообще не было видно. Не надо, дебил. Надо было сделать эффект неожиданности. На хера? Я хотел плавно, типа, сначала, чтобы волосы. Нет, это было не плавно. Это было не по плану. Нет. Она должна была испугаться. Какого хера? Да. Как вы поняли, пранк не удался. Надо было... Надо было... Я знаю, как можно было пранкануть. Надо было кого-то присобачить в кровати. Да. Как вы поняли, пранк не удался. Пранк вышел из-под контроля. У нас с вами есть еще одна попытка. Давай. Попробуй. Притворись, пока они ходят в магазин. Да? Нет? Нет, палевно. Тихо. Воблы воняют. Какие? Да так. 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 Ну? Вот сейчас получилось. Почти. Почти получилось. Я услышала что-то. Я поэтому повернулась. Блин. Надо было не дышать в этот момент и все. Не хватило этого дерьма на сегодня, поэтому мы выселяемся. Так. У нас сегодня пациент на свечи пришел. На свечи. Давай. Действуй. Ян. Но это будет уже в следующий раз. Это будет уже в следующий раз. В общем, ребят. Начало положено. Дальше будет еще веселее. С вашим любимым гоблином, который пестрит несмешными шутками. У которого шизофрения. Правда, справки нет о нем. Так что верьте на слово. Увидимся.